Если не успеешь поставить лайк за 3 секунды, перед тобой появится страшная SCP! Всем здорова, ребят! С вами Овер и Фонни! Сейчас мы направляемся в лабораторию экспериментов SCP Фонда! Да, всех приветствую, дорогие друзья! Ну что ж, сейчас мы будем проводить эксперименты над монстрами-творениями Тревора Хендерсона, над забытыми детьми. У нас они, получается, есть, недавно нам их доставили, поймали прямиком, ребят, в нашу лабораторию. Вот они, кстати, доктор Андрей, уже и здесь. Паркуйте машину, аккуратно, они, наверное, опасны, лучше с оружием на них выйти. Да нет, не беспокойтесь, доктор Дмитрий, они сейчас находятся под действием с Багаиной, в принципе, мы можем проводить наши эксперименты безопасно, я думаю. А, ну ладно, хорошо, тогда я убираю пушку. В общем, слушайте, какая у нас задача вообще, давайте посмотрим. Вот, ребят, это творение Тревора Хендерсона, забытые дети. SCP это объекты или нет, мы узнаем в комментариях, пишите, друзья. Если это SCP, давайте номер напишем, если нет, ну, можно придумать собственный номерочек. Я думаю, будет нормально. Так, доктор Андрей, какой у нас сейчас план, какие мы лекарства колим, какие мы методы предпринимаем, что мы делаем? Химия, физиотерапия? Сейчас мы, короче, берем наши арбалеты, заряжаем ампулами их гормона роста и попробуем сейчас провести эксперимент по увеличению их роста, наверное, так это. Так, а у нас в протоколе было записано, что мы пытаемся сделать из детей, из забытых детей, взрослую особь. Мы хотим их вырастить в размерах, либо вырастить их в плане, вот как физиологическом. Это по-научному, а я сказал просто по-человечески, по-простому, мы же тут вдвоем, правильно? Так, в общем, короче, ребят, мы делаем из детей забытых взрослых, или что? Все верно, все верно, а так попробуем увеличить их рост, соответственно, внутренние органы, поведение, может быть, тоже. И умсы на психические показатели, да, все. Все верно, все верно. Тогда заряжаем ампулы и производим выстрелы, правильно, арбалетными дротиками. Смотрите, тогда, получается, берите центрального, я возьму правого, левого берем, тоже, да, под эксперимент? Да, конечно, конечно, берем, конечно. Хорошо, так, целимся куда? Желательно в голову, желательно в голову. В голову? Ладно. Контольный. Давайте, укол в голову, ребят, раз, вас произвел. Был выстрел, Андрей. Нормально. Надо второй еще, наверное, дать? Ну, давайте наверняка, я думаю, что мы не переборщим. Хорошо, два выстрела, друзья, ну и давай, здесь по одному скинемся, Андрюха. Давай, давай, давай. Все. Отлично. Так, ну, слушай, наш гормон роста, он действует достаточно долго, я не знаю, сколько, часика, два, три, нам нужно где-то погулять, ребят, пока все пройдет, пока вот пойдет дальше эта цепная реакция и так далее. В принципе, я думаю, что два часа нет смысла, ребят, вас томить, записывать. Так что, Андрюха, мы, в принципе, можем почилить, пойти кофе-ку попить где-то там, вон стороночке. Ладно, все, друзья, до встречи уже, как подействует гормон роста. Эх, нормально таки поели, дружище, кофе было супер вкусное, шо скажешь? Да, поели, и как раз самое время, мы вовремя, Андрюх, потому что сейчас начнет действовать гормон роста, и забытые дети начнут расти. Прикинь, прям вот в клетках, Андрюх. Да, прикинь, в натуре бы в клетках они выросли, и что бы из этого получилось? Это было бы безумие, пора открывать клетки уже быстрее. Чё? Погоди. Стой! Они... Что? Офигеть, ребят, вы посмотрите, как выросли они. Один уменьшился, Андрюх. Один уменьшился, объект. Мелкий. О, еще слева. Офигеть, а как они выбрались из этих контейнеров? Наверное, контейнеры лопнули, Андрюх. Может быть, может быть, они треснули просто. Но узбогаин еще день за трасс, они на нас не напали. Да, узбогаин работает, друзья, особи вообще стоят, ничего не делают. Ой, Андрюх, он пошел быстро в тачку, в тачку, в тачку, в тачку. Давай в тачку, сваливаем отсюда. Ё-моё, Андрюх, он что-то какой-то агрессивный, капец. Давай, давай, давай наверх. Блин, 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 походу на него надо больше был узбогаина потратить, потому что он стал больше, масса больше, больше узбогаина ушло, и он сошел с ума. Либо время прошло, он идет, Андрюх, прям сонами, посмотри. Он ломает на тебя. Офигеть, быстро, быстро, за гвардами, за подмогой поехали, ребят, быстро, за подмогой. В общем, ребят, короче, представляете, они выбрались из нашей секретной лаборатории, мы засекли их по радарам в этом городе, взяли одного из лучших бойцов, охранников гвардов SCP Бобиса. Всем привет. Да, и, короче, ребят, сейчас уже подъезжаем к этим опасным монстрам Тревора Хендерсона. Это просто что-то капец жесткое. Андрюх, эксперимент вышел из па... Вон они. Троли, а? Что такое? Вон они, ты как их приехал? Они стали еще больше. Стоп, погоди. А сколько их? У нас было их трое. Четверо почему-то, я правильно понимаю? Да, их вон там раз, два. Ага. И вон там три, четыре, ребят. А что это такое? Стоп, они, может, начали в экстренном режиме размножаться, Андрюх, эти забытые дети? Я не знаю, но, блин, вполне возможно, что это еще не все, кстати. По датчикам что-то прям капец шкалит. Офигеть, давайте быстренько подъедем, посмотрим, что это такое. И, кстати, они выросли в размерах еще, ребят, больше стали. В лаборатории они были, Андрюх, не такие большие. Что-то мы, видать, намешали в свои колбы и микстуры, друзья, неправильно. Вон они, раз, два, три, четыре. Бобис, ты пушки хоть взял? Да, у меня всегда при себе пушки, парни. Я же лучший охранник в мире. Да, это хорошо, Боби. Сейчас будешь нас спасать, потому что я не знаю, Андрюх, как нам вообще, блин, тут сражаться. Это просто жесть. Давайте где-нибудь припаркуем тачки, чуваки, посмотрим на них как-нибудь вообще. Опасно подъезжать. Давай, Боби, налево. Давай, давайте, давайте, давайте. У нас не запалили, короче. Вот сюда. Всё, предлагаю здесь, в переулочке, оставить машины, чуваки. Какие у нас вообще шансы, если мы будем сражаться с ними на автоматах, пистолетах и пушках, чуваки? Мне кажется, у нас шансов ноль. Слушай, у меня появилась идея. Раз у нас шансов на автоматах сразиться с ними нулевая, почти что победить, шансы нет. Давайте, значит, может быть, Боби, ты брал бомбы боевые наши, нет? Ну, у меня в машине лежат. А, так отлично. Слушайте, ребята, я тут смотрю, очень много переулков есть. Может быть, как-нибудь поставим туда наши боевые бомбы? Так, вы предлагаете заминировать проход, заманить в этот проход этих забытых детей и подорвать его? Да, всё верно. В роли приманки у нас будет самый лучший гвард Боби. Чуваки, вы просто безумцы. Вы понимаете, что мы ставим под сомнение вообще, под риск весь город? Он может пойти просто на дно, если мы взорвём наши бомбы. Вы понимаете это? Давайте попробуем найти место, где будем минировать. А вот этот не подходит нам, переулок? Этот проход слишком широкий. Они вполне, возможно, даже до наших машин дойдут. Ребят, вы понимаете, что это вообще хреново? Так, ладно, давайте тогда не будем бежать на поле. Давайте здесь попробуем с этой стороны. Берите пока бомбы. Давайте попробуем с этой стороны где-то найти проходы. Ребят, нам нужно найти место, где мы сможем с лёгкостью заминировать. А вот это, кстати, как вам? Или тут сложно, оно под углом? Мне кажется, тут неудобно будет их сюда везти. Давай осторожней, он мало ли заметит. Офигеть, какие они опасные. А вот! Неплохой вариант, чуваки. Смотрите. Ну-ка. Давайте вот здесь заминируем. Предлагаю разработать тогда до мельчайших деталей план. В общем, ты, доктор Андрей, минируешь. Я иду на крышу, лезу. С крыши даю вам указания. Бобби в этот момент будет привлекать внимание. Попробует их сагрессировать и заманить нашу ловушку. Как вам план? Так точно. Отличный план. Я вот смотрю, остальные, конечно, проходы слишком палевные. Они вроде какие-то широкие очень. Да-да-да, это идеальное место. Это идеальное место. Всё, чуваки, тогда занимаем боевые позиции. Посмотрите, ребят, как мы заминировали проход. Мне кажется, от такой мощности взрыва не выживет ни одно живое существо. Мне кажется, наши забытые дети и мутанты просто разлетятся в щепки. Самое главное их туда хорошенечко заманить. Бобби, ну что, ты готов исполнять свой долг? Так точно. Всё, давай, Бобби, аккуратно иди приманивай их. Только смотри, Бобби, в стекло не попади. Да-да-да. Ладно, не сдохни, Бобби, аккуратно. Они побежали, парни. Аккуратно. Веди, веди. Смотри, Андрюха, как идут. Так, я на джетпаке, ребят, на джетпаке подлетаю. Смотрю, смотрю, смотрю. Иди в переулок. Давай-давай-давай. Давай-давай-давай, проходи. Ну что? Ну что, забытые дети? О, давай, давай, Андрюха. Сейчас вы все верёте, твари. Офигеть. Я взлетел, бро. Офигеть, я наоборот упал прям в пламя. Я взлетел. Что это такое? Парни, вы где? Я в воздухе. Офигеть, чуваки. Офигеть. А где они? Мы их уничтожили? С лица земли мы их нахрен. Просто, ребят, было такое ощущение, что там оставались живых несколько забытых детей, но походу всё. Офигеть, чуваки, мы справились. Стоп. Проверь свои датчики, потому что мои работают. Слушай, походу не всё. Вот помнишь, я говорил в самом начале нашего, так сказать, действия? То, что их, видимо, больше, чем четыре. Ёптель-моптель, вот тут вот датчики, быстрее сюда, ребят. Походу это не заканчивается. Но согласитесь, чуваки, взрыв был просто эффектный. Это было очень круто. Я думаю, ребят, за такой взрыв можно лайкусик-то и поставить. Так, стоп. Где-то близко, чуваки, аккуратно. Но сигнал, что самое интересное, довольно-таки слабенький. Хотя ещё сильнее-сильнее становится. А вот, посмотрите. Вот, за поворотом. Это же тот забытый ребёнок, на которого, ребят, гормон роста подействовал обратным методом. Помните, он у нас был в лаборатории, он уменьшился. Офигеть. А чё? Ой-ой-ой-ой, выстрелил, попал. Ну, он, смотрите. А, вот. Он среагировал. Он среагировал или чё? Он, походу, потерялся. А он не агрессивный. Он вообще не... Ай, ладно-ладно, агрессивный, я понял. Ё-моё, блин. А как нам его убить, если у нас нет гигантских бомб? Я предлагаю вот так, чуваки, с подствольничков как-нибудь так. Ну, он же один и меньше. Да, и смотрите, у него кровь идёт. Значит, мы пробиваем его, ребят, пушками, нашими патронами. Да-да-да-да-да, больших-то мы вообще не могли ничего сделать им. Какой-то он очень слабенький, слушай, мне кажется. Так, давай-давай-давай, тогда мы загасим его, ребят, с автоматов. У нас получится. Давайте-давайте-давайте-давайте-давайте. Не, ну, больших мы очень суперские, ребят, расфигарили. Это была красота просто неописуемая, ребят. Но это по старинке, потому что чё его? Он маленький, хотя крепкий, слушай. Давай, зажимайте. А, смотрите, он то ко мне, то к вам, то ко мне, то к вам. Смотрите, на кулаками. Давай-давай-давай. Давай-давай, побоксируйся, он сейчас тебя просто разорёт. Не-не-не-не. Сейчас он тебя Бобис сожрёт, офигеешь, блин. Давай-давай-давай, чувачки, погнали-погнали. Бобис, ты там это, чё, кулаками дураться решил или как? Да не, я чё-то передумал, парни. Ай! Успел? Так, пацаны, РПГ беру. Короче, я понял. Бам! Наш не убей только. Рейлганчик. Бам! Давай-давай, попробуй с Рейлгана, я с РПГшки. Хорош. Давай-давай-давай, отлично. Ну-ка, ну-ка. Па-оп-па. Всё. Ну, Рейлган, экспериментальная тема. Отлетел, отлетел, малой. Вот это изи, пацаны. Где он? Вообще ничего не осталось от него, ё-моё. Вообще ничего не осталось, а? Мужики, обернитесь. А-а-а! Ё-моё, не осталось. Офигеть! Супер-гигантский забытый ребёнок. А почему их двое вообще? А-а-а-а! Блин, наши датчики просто шкалят, взрываются нафиг. Так, смотрите, пробуйте на джетпаке подлететь. А у нас остались ещё бомбы, чтобы мы их убили, потому что пули их не берут. Навряд ли, я потратил всё. Может быть, TCP фонда, но тут фиг знает, что произойдёт, когда нас не будет. Короче, нам пора, ребят, сматывать удочки, потому что мы их не сможем убить. Во-первых, пули наши их не берут. Во-вторых, у нас не осталось бомб. Мы потратили всё до этого, ребят. Нам нужно подкрепление, да, чуваки? Я не знаю, давайте, может, поехали обратно в TCP фонд, всё скажем. И уже с подмогой, наверное, когда-нибудь, ребят, мы сюда вернёмся. Но если вы поставите, конечно, лайк и подпишитесь на канал. Ну а на этом, ребят, наш ролик заканчивается. Мы надеемся, что такой видосик вам понравился. Ребятки, обязательно подписывайтесь на все наши каналы, ссылочки будут в описании. Там же в описании ссылочки на наши социальные сети, ВКонтакте, Инстаграм. Ну а на этом у нас всё. С вами сегодня были Оверфония и Буби. Всем спасибо за просмотр и пока-пока. Всем до скорого, ребята. Адьёшь, чуваки.